МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 15.30 в Новосибирске области в прямом эфире канала ОТС Новости дня. В студии работает Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Сотрудники силовых структур завершили совместную операцию «Анаконда». В конце октября-начале ноября оперативники выявили и пресекли несколько сотен попыток нарушения российского законодательства. Возбуждено 374 уголовных дела, из них 45, за противоправные сбыты пересылку наркотиков. В спецоперации «Анаконда» были задействованы специалисты ФСБ, миграционные службы, полицейские, пограничники, таможенники и специалисты автодорожного надзора. За нарушение миграционного законодательства из Российской Федерации выдворено 28 иностранных граждан. Задержано 40 лиц, находившихся в местном розыске. Из незаконного оборота силовики изъяли 23 единицы огнестрельного оружия, более 5 килограммов наркотических средств. В ходе проверки автобусов, совершающих в международной рейсе, сотрудники миграционной службы выявили 25 нелегалов. Им предстоит выплатить штрафы на общую сумму 250 тысяч рублей. Всего по итогам операции, повторю, возбуждено 374 уголовных дела. Сегодня годовщина со дня открытия одного из самых популярных мест Новосибирски, монумента славы. Это мемориал, где увековечены имена сибиряков, участников Великой Отечественной войны. Почтить их память сегодня пришли сотни новосибирцев. С места события на связи со студией моя коллега Ксения Бородкина. Ксения, добрый день. Что происходит на монументе в эти минуты? Здравствуйте, Екатерина. Сейчас я нахожусь на монументе славы. Здесь состоялось возложение цветов к вечному огню. В мероприятии приняли участие первые лица города и области. Это мероприятие посвятили годовщине со дня открытия монумента славы. Состоялась она, напомню, 6 ноября 1967 года. Здесь расположились 5 10-метровых пилонов, на которых больше 30 тысяч фамилий сибиряков, погибших в годы войны. Кроме того, здесь мемориал скорбящей матери и, конечно, главный символ – вечный огонь, зажженный от печи, работавший всю войну, завода имени Чкалова. На все подробности мы расскажем сегодня в вечерних выпусках новостей. Екатерина. Спасибо, Ксения Бородкина, с возложения цветов на монументе славы. Продолжаем выпуск. Выборы в регионе прошли шероховатостями, но в целом успешно. Время готовится к следующим. Сегодня в областной избирательной комиссии подвели окончательные итоги единого дня голосования. Сентябрьская кампания в Новосибирской области была самой масштабной за всю историю региона. Такого количества кандидатов не было ни разу, констатируют в обл. избиркоме. Это почти 10 тысяч человек. По оценке специалистов, выборы прошли спокойно, за исключением таких случаев, как захват представителями одной из партий кабинета председателя региональной избирательной комиссии или отказ Мичуринского сельского избиркома выполнять решение Верховного суда России. Спасибо от всех наших депутатов. В принципе, 76 человек прошло, но никаких конфликтов. У нас все прошло спокойно, все нормально, никаких конфликтов во время выборов не было. Это говорит только о вашем профессионализме, о том, как вы относитесь к своей миссии, к своему труду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Боинг-доработками, цитирую, для обеспечения отказа безопасности системы управления рулем высоты, конец цитаты. Однако у российских компаний более 200 самолетов этого типа. Все они встанут в случае вступления запрета в силу, где бы ни были зарегистрированы сами самолеты, говорят эксперты. Полностью остановится работа таких перевозчиков, как Поведа, Глобус, Оренбургские авиалинии, дочерние предприятия Аэрофлота и СССР. Российская газета открывается статьей под заголовком «Отчитайся или уходи». Издание опубликует закон, который вводит для сенаторов и депутатов всех уровней, также для муниципальных чиновников, меру ответственности в виде лишения полномочий за несвоевременную подачу декларации о доходах, расходах и имуществе. Раньше никакой ответственности для тех, кто требования о раскрытии доходов не выполнит, предусмотрено не было. Новый же закон расширяет нормы, действующие в рамках антикоррупционного законодательства. Если они не выполняются, то полномочия нарушителей будут прекращены досрочно. И коммерсант пишет, туроператоры поддержат Египет. Европейские авиакомпании начали массово отказываться от полетов на курорты Египта, что может обернуться падением турпотока в эту страну более чем на треть. В результате российские туроператоры могут получить скидки до 20% от местных ательеров, что приведет к падению цен на туры для россиян. При форс-мажорных обстоятельствах египетская сторона действительно резко снижает цены на размещение, чтобы удержать турпоток на местные курорты. Так, из-за массового нападения акул и закрытия нескольких пляжей Шарм-эль-Шейха в 2010-м средняя стоимость поездок упала почти на 20%. Египет – самое популярное туристическое направление среди наших соотечественников. По данным Ростуризма, в первом полугодии страну посидели примерно 1 миллион человек. Другим темам. Железный Гудвин, Пельмешка, Нао и просто Игорь в столицу Сибири сегодня привезли роботов со всего федерального округа. Больше ста конструкторов участвуют в состязании по робототехнике. О самых интересных моделях и их авторах расскажет Наталья Цопина. Наталья, добрый день. Вы в прямом эфире. Добрый день, Екатерина. Действительно, роботы со всей Сибири собрались сегодня в Новосибирске. Свои изобретения демонстрируют юные разработчики, школьники и студенты вузов. Сегодня созданные ими роботы соревнуются в нескольких номинациях. Выбивают кегли, проходят по заданному маршруту, играют в биатлон и даже становятся борцами сумо. На разработку некоторых моделей потребовалось несколько лет. Главная задача, говорят организаторы, привлечь народ, показать, что робототехника – это не заоблачное увлечение, а вполне реальное для всех желающих. Ну и проигравших на этих состязаниях нет. Каждому в копилку опыт. Ну а подробнее я расскажу в вечерних выпусках новостей. Екатерина. Наталья Цопина. Состязания по робототехнике. Мода не для подиума, а для жизни. Поэтому основные ее тенденции – натуральность и экологичность. Сегодня в Новосибирском экспоцентре проходит выставка текстиля. О представленных товарах российских и зарубежных производителей. Подробно Алия Арзаева. Шерсть – это терморегулятор, который сам регулирует температуру. То есть вам в ней никогда не будет жарко и никогда не будете потери. Одежды из экошерсти Наталья Михайловна привезла из Латвии. Экологичность – тренд последнего времени. Покупатели все чаще отдают предпочтение вещам из натуральных тканей. Они не только красивые, но и комфортные. Это очень хорошая, опять же, такая же знакомая вам шерсть и натуральный шелк. В результате что получается? Люди, которые страдают различными дермозаболеваниями и с трудом переносят на себе шерсть даже самую хорошую, у них все прикосновение с кожей идет непосредственно натуральный шелк. Еще одна тенденция – одежда-трансформер. Казалось бы, обычный кардиган, но вариантов, как его носить, около полусотни. Я попробовала больше десятка и убедилась в том, что из одной вещи можно сделать сразу несколько. Легким движением руки кардиган превращается в кофточку, топ, комплект двойку и даже в шарф. Не забыли на выставке и про самых маленьких модников. Для них одежда из стопроцентного хлопка. Обязательно российское производство, чтобы было, ну и качество ткани, чтобы соответственно было. Чтобы после стирочки одежда не вытянулась, не села на два размера. Об экологичности говорят и производители постельного белья. У них вне конкуренции лен. Это то, что дышит, то, что греет зимой и охлаждает летом. Это свойства льна, которые исторически были определены не нами. На выставке можно найти товары на любой вкус. Для почитателей сибирских традиций – валенки, как в классическом, так и в творческом исполнении. А для ценителей прогресса – шнурки нового поколения. Такие не развяжутся в неподходящий момент. Ярмарка будет работать до 8 ноября. Алия Арзаева, Алексей Баженов, Новости ОТС. Танцуют все. Фестиваль музыки и ритма стартовал в столице региона. Десятки творческих коллективов сойдутся в хореографическом поединке. На открытии этого танцевального марафона работает наш корреспондент Николай Сальников. Николай, добрый день. С каких танцев начались состязания? Здравствуйте, Екатерина. В данный момент мы находимся в концертно-театральном зале «Евразия», что расположен в Дзержинском районе Новосибирска. Сегодня здесь открылся межрегиональный фестиваль хореографического любительского творчества «Танцевальные встречи». К этому часу в качестве команд-участниц зарегистрировано уже около 50 коллективов. Это представители Новосибирска, Новосибирской области, а также близлежащих регионов России. Несмотря на то, что сам фестиваль носит более любительский характер, отношение к нему весьма-весьма серьезное. В качестве членов жюри сегодня здесь представлены балетмейстеры, художественные руководители из Краснодарского края, Москвы и города Орел. Кстати, до начала открытия фестиваля мы пообщались с одним из членов жюри и, по его словам, сегодня в России именно Сибирь и Урал являются настоящей кладезью народного танца и фольклора. Ну а сам фестиваль продлится три дня и завершится галоконцертом в воскресенье. Более подробно обо всем мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Екатерина. Спасибо, Николай Сальников, за открытие танцевального фестиваля в Новосибирске. На этом все о других событиях в следующем выпуске новостей в 18.00. Я с вами прощаюсь до этого часа и желаю хорошего рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин